Если в три года ребенок не может говорить предложениями и сигнал родителям. Возможно, у малыша задержка психоречивого развития. И пока есть время до школы, исправить ситуацию помогут специалисты. Дети приходят у нас с слабой памятью детей, неразвита мелкая моторика, неразвита познавательная сфера, слабая учебная мотивация. Занятия в младшей группе ведут его учитель-дефектолог, музыкальный работник и психолог. На уроке максимум шесть детей. Это позволяет учителю наблюдать за активностью каждого своего подопечного и потом в специальной тетради сделать пометку воспитателю, где у ребенка пробел в знаниях, чтобы тот повторил пройденный материал. Учитель-дефектолог проводит занятия развития речи, ознакомления с окружающим, формирование математических представлений, подготовка к обучению грамоте. На младшем возрасте он проводит игру, конструирование. В массовых детских садах эти занятия проводят воспитатели. Первую группу детский сад принял 20 лет назад. За это время специалисты смогли поработать с известными развивающими программами и разработать собственные методики. Нужно ли заниматься с ребенком по специальному курсу, может определить комиссия. 29 мая дефектологи и психологи детского сада приглашают родителей с детьми на собеседование. Мы ходили в другие детские сады. Здесь мы предложили, потому что мы специализированные дети. Нам нужна была помощь очень специалистов. За год, что он ходит в детский сад, мы получили очень хорошее знание по сравнению с другими детскими садами, что он ходил. Хороший состав. Чем младше ребенок, тем больше шансов отправить его в будущем в первый класс обычной общеобразовательной школы. Практика показывает, что из 30 выпускников сада в коррекционную школу идут не более пяти человек.